Добрый вечер! Что ждет предприятие Народного хозяйства областного центра в 2014 году и чего не хватает брещанам для уверенного и поступательного развития? Вопросы, на которые отвечали на прошедшем хозяйственном активе. Высшее признание брестских молочных дел мастеров. Белорусский народ голосует за Савушкин. Секреты домашней кухни. Или все о таланте, красоте и целеустремленности. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Итоги социально-экономического развития областного центра Берестейщины были подведены накануне в ходе традиционного заседания хозяйственного актива города. В рамках мероприятия были обсуждены основные проблемные моменты, которые тормозили процессы наращивания потенциала города в минувшем году, пути их возможного решения в наступившем, а также планы на ближайшее будущее и долгосрочную перспективу. Что ждет предприятие народного хозяйства в 2014 году и чего не хватает берестейцам для уверенного и поступательного развития? На эти вопросы постарается дать ответы наш корреспондент Анастасия Стропко, которая пообщалась с некоторыми участниками этого форма управленцев. Выставка товаров ведущих предприятий города над Бугом, традиционно предваряющая заседание хозяйственного актива, в этот раз также встречала участников мероприятия. И это вполне объяснимо. Увидеть воочию результаты работы организации областного центра лучше, чем несколько раз о них услышать. Тем более, что многим предприятиям, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и мире, есть чем гордиться. Цель нашего предприятия как раз и обеспечить техническое перевооружение коммунальных предприятий. Наше оборудование по сравнению с аналогами иностранными в разы дешевле, но обеспечивает не менее качественную эксплуатацию техноэнергических объектов. 2013 год был годом в экономическом плане непростым, не только для города, но и для области и страны в целом. Недоступности, высокие процентные кредитные ставки, сужение как белорусских, так и мировых рынков – лишь малая часть причин, прямо или косвенно повлиявших на сложившуюся ситуацию. Но, несмотря на трудности, подводя итоги минувшего года, мэр города Александр Полышенков подчеркнул, что в целом комплекс народного хозяйства города сработал удовлетворительно. 11 из 14 прогнозных показателей в прошлом году имели положительную динамику по сравнению с 2012-м. 8 пунктов выполнены в полном объеме. К сожалению, надо отметить, что мы очень плохо сработали как в целом и республика по выточности и прибыльности наших предприятий. Вот основной бич сегодня будет нашего города. У нас выросла хорошая, нормальная заработная плата. 21% реальное увеличение заработной платы за прошлый год. Поэтому я считаю, что многие предприятия сработали успешно. Но, к сожалению, мы имеем сегодня, об этом будем говорить на собрании, о том, что ряд предприятий сегодня работают ниже своих возможностей. И будем прямо работать никуда. Если не принять срочные меры, то могут быть последствия такие, как мы сегодня начинаем на том же коврах пресса. Первоочередные задачи на год наступивший являются прямым следствием недоработок прошлого и связаны с деятельностью отстающих предприятий города. Найти выход из непростого положения, в котором они оказались, можно только при условии соблюдения сразу нескольких условий. Среди них не последнее место занимает поиск настоящих профессионалов своего дела, как в области производства, так и в области продаж. Так как не только разработать и создать, но и продавать тоже нужно уметь. И это одно из приоритетных направлений работы 2014 года. Мы всегда говорили, когда встречались с иностранными инвесторами и так далее, что у нас высококомпенсированные кадры, начиная от рабочих в цехах до руководителей предприятий. К сожалению, должен сказать, что на сегодня это тоже одна из основных проблем. На сегодня мы для себя главное уяснили, не только сформировать какой-то кадровый потенциал по продаже производимой продукции, но научиться передовым методам работы. Для этого надо ездить, надо учиться, надо приобретать опыт. А без этого никуда. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Одним из участников Козактива города Бреста было открытое акционерное общество «Савушкин», предприятие, которое является градообразующим в плане пополнения областного бюджета и которое на протяжении уже многих лет является визитной карточкой областного центра не только в республике, но и далеко за ее пределами. И вот еще одно признание. 3 февраля в столице Беларуси, городе Минске, состоялось подведение итогов и награждение участников конкурса «Народная марка», который в республике прошел впервые. Молочная продукция компании «Савушкин» была отмечена тремя наивысшими наградами. Лариса Осмолович продолжит тему. На выставке, которая предшествовала открытию официальной части Козактива города Бреста, была шумно и многолюдно. Каждый руководитель представлял свою продукцию. Как рачительный хозяин приглашал продегустировать изыски от Савушкина и генеральный директор предприятия Александр Савчиц ему есть, что показать и что предложить. Бренд Савушкин – сильный бренд страны. Тому подтверждение и тот факт, что три награды от белорусского народа присуждены именно Савушкину. Народная марка звучит гордо. Это одна из самых значимых наград, потому что это награда признания наших в области цельномолочной продукции, сыров, йогурта. Это народ выбрал. За ее нельзя купить. Понимаете ли? Люди сказали, что мы лучшие. Я очень горжусь этим и коллектив нас гордится. И однозначно говорю, что в этом году мы еще приложим максимум усилий, чтобы наших покупателей порадовать новой, качественной, конкурентоспособной продукцией. Премия «Народная марка» – абсолютно новый и уникальный проект для Беларуси, призванный назвать и поощрить лучшие бренды, представленные в нашей стране. Победители определяются по результатам народного опрос-голосования. Тем более значимой является эта награда для всего коллектива Савушкин. Ведь создают все это молочное изобилие люди неравнодушные, которые вкладывают в продукцию свою душу и сердце. И белорусы по достоинству оценили брестских молочных волшебников. Каждый день люди приходят на работу, они с любовью ее делают, они с любовью относятся к тому продукту, который мы производим. Мы с любовью его довозим до магазинов. И вот все, что делается в компании, это делается от всей души для наших потребителей. Вы прекрасно понимаете, что без потребителей не было бы компании. Мы постоянно проводим исследования, изучаем мнение потребителей, изучаем, что им нравится, что они хотят видеть на столе. И в итоге выпускаем те продукты, которые, надеемся, с удовольствием покупают наши потребители. И вот эта оценка «Народная марка» – это своеобразный знак качества нашей работы и нашей продукции. Поэтому я хочу сказать нашим потребителям сегодня огромное спасибо. Всегда из свежего молока, говорят молочные кудесники. Благодаря прежде всего этому факту продукция компании «Савушкин» оказалась лучшей в трех основных номинациях. Традиционные молочные продукты, йогурт и сыры твердые. Нам было очень приятно, что отрыв от конкурентов составил более 31%. Это очень значимый отрыв, серьезный отрыв. Мы участвовали во второй категории – это твердые сыры. Мы не очень давно производим твердые сыры. И тем более нам было приятно, что наш бренд «Брест Литовск», на котором мы делаем акцент, он тоже занял первое место и получил звание «Народная марка». Хотя отрыв здесь был менее значительный – 11%. Но учитывая то, что мы работаем с этой категорией не так давно, для нас это тоже очень значимо и очень важно. «Савушкин» – одна из крупнейших молочных компаний Беларуси, лидер молочной отрасли страны уже более 10 лет. Открытое акционерное общество занимает свыше 16% рынка. Цельномолочная продукция Республики Беларусь имеет в своем портфеле бренды «Савушкин» и «Брест Литовск». «Оптималь», «Ласковое лето» и «Настоящее». Ассортимент весьма насыщенный – от классики до таких изысков, как десертная молочная продукция, творожные пасты и йогурты. Йогурты также оценены по достоинству. То, что наши потребители отметили, наши торговые марки «Савушкин» в йогуртах, и «Оптималь», и «Ласковое лето», и то, что наша компания смогла превзойти по предпочтению «Данон», это наш основной конкурент на рынке Республики Беларусь, для нас это очень значимо. Мы будем стараться работать в этой категории особенно тщательно, особенно серьезно, потому что мы прекрасно понимаем, что потребитель не всегда хочет просто поесть сытно, он хочет иногда доставить себе удовольствие, купить вкусненькое что-то, изысканное. И хотелось бы, чтобы это были продукты от компании «Савушкин продукт», чтобы люди, когда заходят в магазин, они понимали, что вкусненькое и полезное – это «Савушкин продукт». Сотрудники «Савушкина» любят то, что делают. Это проверено временем и подтверждено многочисленными победами на республиканских и международных конкурсах, а это порядка 500 дипломов, медалей и наград. Продукция «Савушкина» – любимая на столах белорусов. Победа в конкурсе «Народная марка» еще раз доказала это. 2014-й станет для всех поклонников изысков от «Савушкина» годом приятного удивления. Такова стратегия предприятия. Этот год будет, как никакой другой, насыщен новыми новинками, новым видом продуктов, и я уверена, потребители порадуются. И хочу заверить, что и дальше мы будем их удивлять, приятно удивлять вкусными натуральными молочными продуктами. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Глава региона Константин Сумар встретился с ведущими тренерами и спортсменами нашего края. Это традиционное мероприятие, своеобразное подведение итогов, а правильнее – открытый диалог между представителями от спорта и от власти. На Берестещине, спорту и здоровому образу жизни в частности уделяется особое внимание. Строятся манежи и рядовые дворцы, открываются спортивные комплексы и площадки. Руководство Брестской области создает все условия для того, чтобы любители имели возможность для самостоятельных занятий, а спортсмены могли тренироваться на современных покрытиях и площадках, для того, чтобы добиваться высоких результатов. На протяжении нескольких лет в облсполкоме собираются самые талантливые и одаренные участники спортивных состязаний, как республиканского, так и европейского и мирового масштаба, которые своим плодотворным трудом принесли в копилку региона не одну награду. На различных чемпионатах, кубках и первенствах, в том числе европейских, в минувшем году брестские спортсмены завоевали 58 медалей, 10 из которых – золотые. Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что Брещено – спортивный регион. Во время встречи со спортсменами губернатор региона Константин Сумар неоднократно подчеркивал, что завоеванные берестейскими спортсменами награды имеют важное дипломатическое значение для области. Он считает, что весомость спортивных достижений зачастую выше всевозможных переговоров и соглашений. Когда на соревнованиях европейского и мирового уровня поднимается флаг страны-победительницы, вот первый шаг к уважению и признанию государства. От имени областного исполнительного комитета хочу вам высказать огромные слова благодарности за вашу результативную работу и большой личный вклад, который каждый из вас внес в завоевание медалей и, как следствие, укрепление авторитета и спортивного имиджа Белоруссии и нашей Брещены. В областном центре прошло итоговое заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите. Подведение итогов работы социальных органов и организаций берестейщины в минувшем году – определение задачи на 2014-й – главные вопросы, которые обсуждались в ходе собрания. 2013-й был непростым в плане обеспечения социальной помощи всем нуждающимся. Серьезные проблемы в агропромышленном комплексе не самым лучшим образом сказались на экономике в целом. В связи с этим многие отрасли жизнедеятельности страны не были обеспечены финансовой поддержкой, к которой привыкли госструктуры. Несмотря на экономические трудности, службы Беларуси по труду, занятости и социальной защите сумели найти средства и силы на решение главной задачи – обеспечении поддержки человека. Социальная ориентированность Беларуси была и остается в приоритете. Более того, именно в этих сложных условиях большое развитие получило совершенствование форм работы в соцучреждениях региона. Результаты работы подводили на этой неделе и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. На коллегии говорили о результативности и эффективности прошлогодней работы комплекса. За 2013 год в данном секторе народного хозяйства, как и во всей промышленности, велись работы по модернизации производств и оптимизации труда. Первые итоги принятых мер по усовершенствованию и модификации можно подвести уже сегодня. Объем выручки – более трех триллионов белорусских рублей. По сравнению с 2012 отчетным годом вырос существенно. При этом расходная часть, наоборот, снижалась. Пусть медленно, но уверенно. Технико-экономические показатели, а их насчитывается 28, выполнены практически все. Это стало возможно благодаря грамотным действиям и целенаправленной работе, в том числе и в части разумной экономии ресурсов. Сэкономили по итогам года 28 тысяч тонн условного топлива различных видов энергоресурсов, снизили удельные нормы расхода топлива, электроэнергию на гигакалорию тепла, на куб стоков, на куб воды, уменьшили тепловые потери воды при транспорте тепловой энергии и при транспорте воды, уложились в нормативы себестоимости, которые самые низкие в республике Беларусь. Для областной системы здравоохранения 2013 год был непростым, но плодотворным. Были освоены новые, до этого неизвестные региону технологии, введены в строй новые корпуса и отделения учреждений здравоохранения, внедрены новые услуги и функции. Однако над многим еще предстоит поработать. Об этом неоднократно говорилось во время совещания губернатора региона Константина Сумара с главными врачами учреждений здравоохранения области. В частности, на повестке дня – вопросы оптимизации, оплаты труда медработников и создания для них благоприятных условий труда. Руководители больниц, медицинских центров и поликлиник смогли задать главе области интересующие вопросы и получить компетентные ответы, высказать свое мнение и внести новые перспективные инициативы. Работа системы здравоохранения Брестской области направлена в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья населения региона. Для этого в области реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для оказания качественной медицинской помощи. В 2013 году было проведено строительство и реконструкция ряда объектов здравоохранения. В частности, введен в строй новый лечебный корпус детской областной больницы, реконструкция которого началась еще в 2010 году. Всего на строительные работы и приобретение оборудования в рамках этого проекта затрачено более 20 миллиардов белорусских рублей, выделенных из областного бюджета. В 2013 году введена в строй и новая поликлиника в городе Ляховичи, реконструированы помещения Кобринского родильного дома. Руководство области осознает важность доступности медицинских услуг, поэтому делает все возможное, чтобы каждый человек мог своевременно получить необходимую помощь. В медицине много важных задач, но самая главная задача, чтобы наша медицина оставала всегда доступной для того человека, который пришел за помощью, за лечение. Можно по-разному лечить человека, а вот мы говорили сегодня именно об эффективности лечения, об максимальном использовании и эффективном использовании всех тех материальных средств. Во время совещания был поднят ряд вопросов, касающихся оптимизации сферы здравоохранения. Обращаясь к главным врачам учреждений здравоохранения области, Константин Сумар неоднократно подчеркивал, что каждый руководитель должен быть в первую очередь грамотным хозяином, который сможет правильно выстроить работу всех подчиненных ему структур, определить необходимые денежные и трудовые затраты. Губернатор региона уверен, благодаря совершенствованию методов и форм работы с пациентами можно правильно распределить бюджет, а оказывая платные услуги и заработать. Глава области неоднократно отмечал, важно рационально использовать уже созданную материальную базу, а также правильно расставлять акценты в своих потребностях. Что-то нужно реконструировать или создавать сегодня, а что-то может и подождать. Тогда останется больше средств, которые могут пойти на нужды учреждения, в частности на повышение оплаты труда медицинским работникам. Это поможет приостановить текучку кадров и улучшить отношение медперсонала к своей работе. Константин Сумар напомнил главным врачам всех структур здравоохранения области, что от работы учреждений здравоохранения зависит и оценка работы власти. К слову, Брестским областным исполнительным комитетом было принято решение о повышении с 1 февраля тарифных ставок всем работникам организации здравоохранения области. На эти цели предусмотрено выделить из бюджета около 60 миллиардов белорусских рублей. Мы обсуждали сегодня и оплату труда. Ведь оплата труда тоже это не малажное значение. Это уже для самого работника, который работает в больнице, то ли это врач, то ли средний медперсонал или технический работник. И мы в какой-то степени сегодня уже приняли решение после обсуждения о увеличении тарифной ставки медицинского работника. В целом губернатор региона оценил на крепкую оценку хорошо работы учреждений здравоохранения области. Медперсонал Брещины успешно следует своему девизу – профессионализм, гуманизм, качество и доступность. Константин Сумар поблагодарил главных врачей и коллективы учреждений здравоохранения за тот труд, за те потраченные силы и ту энергию, с которой они ежедневно борются за здоровье и жизнь своих больных. В 2013-м медики Брестской области освоили новые технологии, разрабатывали новые пути борьбы с тяжелыми заболеваниями. Особенно активно работала в прошлом году Брестская областная больница. Отделение трансплантации в учреждении здравоохранения открыто 19 мая 2011 года. За это время здесь проведено около 100 операций по пересадке почки. В конце 2013-го здесь впервые в регионе была успешно выполнена первая операция по пересадке печени. Если взять и подвести такой итог вообще в 2013-м году, то он был одним наиболее удачным для нашей больницы. Несмотря на те экономические проблемы, которые существуют и в государстве, и у нас, мы многое сделали, мы многое приобрели, мы многое медрили, многое освоили. Поэтому нам есть о чем говорить, что показать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. У творчества, как известно, нет границ. Иногда оно может присутствовать даже в самых обычных мелочах, на которые мы из-за нехватки времени или отсутствия желания не всегда обращаем внимание. Это может быть любое украшение, начиная от изысканно оформленного букета и заканчивая необычными цветочными композициями на праздничном торте. Анастасия Колупанович – брестский мастер, который не понаслышке знает, как сделать настоящее чудо. Нет, она не фокусник и не чародей. Анастасия увлекается сахарной флористикой. Это направление уверенно набирает обороты в синей окой. Уже не один десяток людей создает шедевр кулинарного искусства. Но это сложная и очень кропотливая работа. Поэтому не всегда по душе любителям быстрых результатов. Сахарная флористика предполагает наличие у кондитера чувства формы и вкуса. О том, как и где создаются настоящие шедевры, в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Сахарная королева. Так между собой близкие и родные называют Анастасию Колупанович, мастера по сахарной флористике. Это направление в Беларуси только недавно получило распространение. Однако те, кто попробовал однажды сделать цветочек или веточку из специальной пасты своими руками, редко расстаются с этим творчеством. Такая же ситуация произошла и с нашей героиней. Несмотря на то, что сахарной флористикой Анастасия Колупанович занимается сравнительно недавно, кулинария привлекала девушку уже давно. Мне все время нравилось печь. С детства бабушка пончики разные, там хворост пекла, пирожки, пирожные. И я в деревню летом к бабушке часто ездила, ну практически каждые каникулы. Там у меня подруга была, которая очень вкусно пекла. И как-то мне тоже стало интересно. До того, как проэкспериментировать со сладким искусством, Анастасия занималась разными видами рукоделия. Это сегодня лепестки ее цветов ажурно собираются в красочной композиции. Каких-то два года назад она впервые познакомилась с сахарной скульптурой, тем самым опробовав одну из сложнейших техник в мире. Сегодня композиции собираются в среднем за полчаса. Во всем поддерживает любимый муж, родители и, конечно же, две маленькие дочки, которые с удовольствием вливаются в работу. Анастасия Колупанович уверена, благодаря поддержке близких она смогла владеть не только сахарной флористикой, но и другими, не менее сложными науками. У Анастасии два высших совершенно разнопрофильных образования. Родители тоже поддерживают, детям тоже очень нравятся. Младшие раньше цветочки, пока я не вижу, брала и в рот сразу пихала. Теперь нужно знать, что их трогать нельзя. То есть теперь они уже в сохранности, потому что половина моих цветов у нас ела. Вот. Ну, поддерживают, да. Очень хорошая поддержка, такая сильная. Но я бы без этой поддержки не смогла бы и не на курсы ездить, и вообще ничего делать. Анастасия Колупанович постоянно совершенствуется и никогда не останавливается на достигнутом. Возможно, поэтому ей удается освоить многое. Девушка признается, что раньше практиковала много других творческих направлений, причем не только кулинарных. Однако почему-то оставляла, как будто чувствовала, что это не ее занятие. В сахарной флористике Анастасия Колупанович нашла свое место. Девушка планирует продолжать обучение, хочет работать с новыми техниками и формами. А в скором времени надеется открыть свою мастерскую, где будет заниматься любимым делом. Дальше, конечно, хочу развиваться и хочу свою мастерскую, чтобы я могла делать и делиться этим с другими людьми. Очень хочется делиться. Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. У каждого из нас есть таланты. Возможно, о некоторых из них мы просто не знаем. Ищите, пытайтесь и пробуйте. Кто знает, может быть, следующее дело, за которое вы возьметесь, и будет делом всей вашей жизни, вашей страстью и вашим талантом. Верю, они есть у каждого. Нужно только их выявить. Ну или, по крайней мере, вы можете попытаться. А что-то уже лучше, чем ничего. Успехов вам! Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании буктв.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. 9 и 10 февраля погода в Беларуси продолжат формировать фронтальные разделы и поступающие теплые влажные воздушные массы. Поэтому в последующие двое суток в Брестской области ожидается неустойчивая погода. Во многих районах республики пройдут осадки. Дождь, мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед на дорогах гололедится. Температура воздуха в ночь на 9 и 10 февраля 0,2. Максимальный фон дневных температур будет колебаться в пределах 2-4 градусов выше нуля. Зонтики в эти пасмурные дни вам, несомненно, пригодятся. Не забудьте об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова